Огрмак, Огрон Стоунбрейка. Он был воспитан кровожадными людоедами, но несмотря на это, всегда стремился владеть магией. Его ярость помогает увеличить скорость атаки в бою. Огрмак владеет магией огня, которая охватывает всех противников, находящихся поблизости. Также он способен на время оглушить противника и наносить ему повреждения. Овладая силой и интеллектом, Огрмак вызывает страх у врагов и уважение воинов с Сентином. Огрмакحد во двери. Огрмакгальщике. Огрмаканская приближет. Огрмакские бikes. В глаза туда можно... Гайд на Огра. Блин, я каждый выпуск начинаю с тех слов, что наконец-таки сегодня у нас гайд на какого-то персонажа. Хотя, да в принципе у нас и так гайд на какого-то персонажа. На Огра. Ребят, вы просто посмотрите на этого прикольного персонажа. Реально очень ржачный герой. И сегодня конечно же я вам расскажу, как у него работает Fire Blast, Ignite, Blood Last и конечно же как работает Multicast. Готовы? Тогда поехали! Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже это Fire Blast. Fire Blast это таргетная способность, которая будет на зависимости от уровня прокачки наносить определенное количество урона и оглушать на определенное время. Опять-таки, ребят, немного уточню, что первая, вторая и третья способность нашего персонажа они улучшаются с помощью ультимейта. А ультимейте мы будем говорить чуть позже и я буду рассказывать, как будет у нас улучшаться каждая способность. Ну а сейчас поговорим в дефолте так сказать о способностях, как они работают без улучшенной так сказать системы нашего ультимейта. Во-первых, что это у нас? Это у нас обычный стан на, так сказать, на ходке F на расстояние 475 необходимо подойти для того, чтобы прокастовать данную способность и, соответственно, что у нас получается? В зависимости от уровня прокачки у нас тут наносится разное количество дэмэджа и накладывается стан, который фиксирован, но этот стан будет больше, если будет мультикаст. Опять-таки, об этом будем говорить позже. Сейчас поговорим просто о дефолтном состоянии способности и будем разговаривать о дефолтных состояниях способности без ультимейта, а потом уже непосредственно на ультимейте будем разбирать. Смотрите, это таргетная способность, которая у нас блочится линкой. Ходкей у нас F, нажимаем F, подходим еще раз даем, у нас персонаж ходит в стан и получает урон. В зависимости от уровня прокачки урон разный. 55, 110, 165 и 220 дэмэджа будет наноситься. КД у нас 12 и монокосты у нас тут разные. 75, 85, 95 и 105 маны будет требовать данная способность. Но, опять-таки, все это у нас улучшится с помощью ультимейта. Так как это у нас таргет, я уже повторяюсь, линконом, так сказать, будет блочить эту способность. Способность уйдет просто в КД. Ну и на БКБшных юнитах также этот стан не будет работать с дэмэджем. Ну и, соответственно, это у нас магический урон. Ну и вроде более по этой первой способности разговаривать тайнее, чем, ребят, можно перейти смело ко второй. Что ж, друзья, следующая способность на нашем персонаже это Игнайт. Игнайт это способность, которая имеет таргетное применение. Ходкей G у нас на данной способности. И для того, чтобы использовать эту способность, далеко ходить не нужно. 700 каст рейндж имеет эту способность. И персонаж у нас, смотрите, как горит. Наносится ему ДПС. И, конечно же, он немного замедлен. Давайте поговорим об этом поподробнее. Смотрите, по уровням прокачки тут все просто. Тут у нас улучшается ДПС, улучшается замедление. И, конечно же, увеличивается длительность данной способности. Давайте разберем так. Сначала поговорим по ДПС, потом по замедлению, а потом по длительности способности, чтобы не запутаться. Смотрите, ДПС на первом уровне 26, на втором 34, на третьем 42 единицы дэмэджа и на четвертом 50 единиц урона будет, так сказать, наноситься нашему персонажу. При этом будет замедление 20, 22, 24 и 26 на последнем уровне. Длительность 5, 6, 7 и 8 секунд. То есть на последнем уровне у нас получается 50 ДПС, 26% замедлений и 8 секунд длительности этой способности. При этом КД 15 и монокосты 95, 105, 115 и 125 маны на ласт левеле. Это очень прикольная способность. Но есть тут много нюансов, которые у нас улучшаются с мультикастом. О них мы будем разговаривать чуть позже. Главное основное вам донести. Смотрите, так как у нас это таргетное применение, то есть таргет на цель, накидываем, то, соответственно, если тут будет линк, к сожалению, данная способность не будет работать. Но есть у этой способности офигенные плюшки. Во-первых, эту способность нельзя развеять. Смотрите, диффуз, накидываю на себя. И, к сожалению, у меня варлок горит дальше. Эта способность не развеивается. Но ее можно, так сказать, откайтить с помощью дайгера. Но она иногда почему-то не кайтится. Видели? То есть оно летело, но иногда бывает засчитывается. Почему-то я не знаю, от чего это. И, конечно же, ну, как повезет. Но, тем не менее, как видите, кайтится. Значит, все написано правдиво. Ну и что ж. И, наверное, самое-самое интересное, что это есть, это, конечно же, у нас магический урон, который блочится худами и пайпами. Но это, в принципе, банально. Ну и я думаю, по данной способности я вам все досконально рассказал. О том, как она будет улучшаться, будем говорить чуть-чуть позже. Поехали на третью способность. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже это Bloodlast. Bloodlast это баф для союзников, для нас и, конечно же, для товаров. Товара также можно бафать, не забывайте. А я вот, если честно, постоянно забываю, потому что это нововведение на 85-й карте. Я, так сказать, ну, иногда его подзабываю. Так же, как иногда забывал на личе накидывать армор на товара. Но не стоит, ребят, вам забывать. Вы же мои гайды смотрите целиком, поэтому знайте и запоминайте. Можно накидывать на товара. Также можно накинуть на себя и на союзника. Хоткей у нас БМ, мы прокачали. Есть тут еще, кстати, автокаст такой. Но вы сами знаете, я этими автокастами не пользуюсь. У меня фобия на них, потому что герой начинает разворачиваться и бежать куда-то там давать этот Bloodlast. И что ж, данная способность нам дает Movement Speed и Attack Speed на определенное количество времени. И в зависимости от уровня прокачки у нас это, так сказать, бонус. Этот будет даваться по-разному. Смотрите, на 30 секунд бафаем персонажей. Давайте бафнем вот этого вот Террор Блейдика. Смотрите, он немного увеличился. И такой стал у него красненький эффектик. И все, он такой заряженный. Что ему дает эта способность? Давайте разберем по уровням прокачки. Смотрите, увеличивает скорость атаки на 30% на первом уровне. И Movement Speed на 10%. На втором уровне прокачки на 40% увеличишь Attack Speed и Movement Speed на 12%. На третьем на 50% Attack Speed и Movement Speed на 14%. А на четвертом уровне на 60% Attack Speed и на 16% Movement Speed. При этом калдаун 20 секунд. И Монокос 75 маны. Длительность 30 секунд. Я уже повторяюсь. Но это прикольная способность. Накидываем также на себя. Накидываем на союзников, на крипов. И, конечно же, на тавра. И побежали. Но тавра, к сожалению, не бегают. Было бы прикольно, да? Типа пробафали. И можно типа на 16% быстрее тавр, чтобы побежал. Но, к сожалению, это не так. Эту тему можно легко развеять. Достаточно применить диффуз. Чтобы оппонент на нас применил диффуз. Ну или юл. Ну или чтобы мы сами нажали БКБ. И он у нас слетает. Этот баф. Не знаю, почему так сделан. Но это дико печалит. Поэтому приходится сжать БКБ. Потом заново пробафать. Это реально, ребят, бесит. Но, к сожалению, это имеет место быть. Ну и, конечно же. Конечно же. У нас эта способность также улучшается. У нас вот эта вот прекрасная способность. Называется мультикаст. И об этом мы сейчас уже будем разговаривать. Поэтому поехали. Скорее уже прям не терпится. Что ж там такого на мультикасте? Итак, друзья. Наконец-таки перешли мы к самому интересному. Что у нас есть у Огра. Это, конечно же, мультикаст. Объяснить будет на самом деле тяжело, что такое мультикаст. Но я постараюсь. Смотрите. В зависимости от уровня прокачки у нас мультикаст будет давать разную кратность на каждый наш скилл. А именно на первом уровне будет доступно 2х. На втором 3х. И на третьем 4х кратность будет у нас доступна для всех наших скиллов. То есть, о чем это говорит? Что при прокаченном ультимейте есть шанс, что, допустим, фаербласт может 2 раза вылететь. Может 2 раза вылететь игнайт. И может несколько раз вылететь плодласт. Как это работает, мы досконально будем чуть-чуть позже разбирать. На каждой способности. Как у нас будет, так сказать, улучшать наш ультимейт. Но я думаю, принцип вы поняли. На 11 левеле у нас будет доступна 3х кратность при прокаченном ультимейте. И на 16 уровне будет 4х кратность доступна. То есть, допустим, фаербласт сможет работать, так сказать, в такой системе, что 4 раза может вылететь просто. Ну, примерно вы поняли, да, как это работает. Это не работает на инвентарь. Это работает у нас на все наши вот эти скиллы. На фаербласт, на игнайт и на блокбласт. Но помимо этого еще улучшает некоторые моменты. О которых мы будем досконально разговаривать чуть позже. Сейчас я хочу, так сказать, поговорить о том, с какой вероятностью могут срабатывать у нас мультикасты. Я представляю вот эту табличечку. Смотрите, шанс на первом уровне мультикаста будет 40, 50 и 60%. То есть, ну, 40 это будет на первом, на втором 50 и на третьем уровне прокачки 60% 2х мультикаста. На третьем уровне он у нас будет, так сказать, максимальный. На втором левеле прокачанного ультимейта у нас добавится 3х мультикаст, который будет работать только, смотрите, со второго уровня прокачки. То есть, с 11 уровня у нас доступно 3х. Смотрите, там 0% это первый уровень прокачки, а 20% это уже второй. То есть, на 11 левеле с 20% шансом у нас сможет вылететь 3х. Ну и на третьем 25%. Ну и, соответственно, смотрите, на 16 левеле мы имеем уже прокачанный ультимейт в троечку. И тогда у нас открывается, смотрите, 4х мультикаст 0 и 0% это на 6 и на 11 левелах открытость. Ну и 12.5% это возможность, так сказать, на ласт левеле, что у нас способность прокнет 4 раза. Это, понимаете, это круто. То есть, блин, вот далеко ходить не будем. То есть, есть шанс на 16 уровне при прокачанном ультимейте в троечку, что у вас просто Fire Blast сработает 4 раза. Ну или Ignite несколько раз сработает, или Blood Last. Это все у нас, так сказать, будет показано. Ну и, соответственно, по этой табличке, я думаю, вы поняли. Ну а дальше, конечно же, будем сейчас разбирать каждую способность, как у нас дополнительно улучшает мультикаст. Поехали. Итак, друзья, первое, что у нас улучшает мультикаст на первом уровне прокачки, это то, что у нас улучшается Fire Blast. У нас уменьшается калдаун и увеличивается монокост. К сожалению, увеличится монокост, но и, конечно же, появляется кратность. Давайте попробуем промультикастить первую способность нашу. Ни разу не сработало. Вот, 2х вылетело. Два раза, так сказать, вот это стан. Есть таблички определенные, сколько урона нанесет у нас данная способность, конечно же, при мультикастах, посмотрите внимательно. И, конечно же, сколько у нас стана будет при этих мультикастах. Ну и как она у нас, так сказать, улучшается и сколько маны будет стоить данная способность на определенных уровнях. Давайте прокачаем у нас мультикаст в еще разочек. Смотрите, в еще один левел прокачиваем. У нас уже берет 8 секунд данная способность перезарядки и 115 маны. И, конечно же, в троечку берем и 6 секунд и 135 маны становится данная способность. И, конечно же, есть шанс 4х бахнуть станом, так сказать. И вот 3х сработало. И, опять-таки, смотрите по табличке, сколько это по времени стана. Ну и, конечно же, также у нас улучшаются 2 и 3. А 2 и 3 мы сейчас будем дальше разговаривать. Фаербласт, в общем, вы поняли, надеюсь, как улучшается. У нас улучшается калдаун и увеличится, к сожалению, монокост. Но это лучше. Лучше, конечно же, 6 секунд кд и небольшой монокост. Ну, 135 маны это немного. И, конечно же, возможность 4х бахнуть. Ну, как видите, 3х срабатывает. Еще есть такая тема, что как проверить ст-шка у нас есть. Так, смотрите, смотрите, сколько у нас сработало. Так сказать, какая определенная тема у нас сработала больше. Какой мультикаст у нас срабатывал больше. 2х 16% и 3х 33%. Как видите, данная способность отлично работает. Ну и что ж, и переходим уже к Ignite. Так, друзья, как у нас улучшается Ignite, спросите вы. Ignite, во-первых, у нас становится массовой способностью. Массовая способность становится по уровням прокачки такая. На первом уровне мультикаста она у нас будет, данная способность, брать 150 радиуса. То есть она становится массовой. Несмотря на то, что это таргет, но она становится массовой. То есть от вот этой цели в радиусе 150 единиц все будут поджигаться. Во-вторых, на втором уровне мультикаста радиус будет 300. И на третьем 450 радиус будет, так сказать, при мультикасте. Но тут как бы не обязательно, что сработает мультикаст. Она просто в пассиве, данная способность, так сказать, становится массовой. Это первый момент. Второй момент. Есть шанс при срабатывании мультикаста. То есть если у нас срабатывает мультикаст, то этих склянок становится больше. Допустим, мы вот так вот закинули и видели. Полетело еще 2х мультикаст и полетел у нас, так сказать, Ignite еще и в крипов. Радиус вот этого закидона склянок вот этих от Ignite равен 1400 единиц. При этом дальность применения Ignite у нас также на пассиве увеличивается. Я, наверное, вставлю небольшую тоже таблиточку. Где? Вот тут вот она, смотрите. Радиус Ignite, потом увеличение дальности применения Ignite у нас на 150, на 300 и на 450 единиц будет увеличена дальность применения Ignite. То есть можно с большого расстояния закидывать Ignite. Посмотрите, просто какое расстояние. И полетели, видели склянки. Но у нас есть еще такая приколеха, как я вам сказал, что 1400 расстояние, что рандомно у нас Огр будет в кого-то еще закидывать. То есть если срабатывают мультикасты, вот в расстоянии 1400 кто-то есть. Допустим, вот я подойду чуть поближе, чтобы было видно эффект. Опа, и полетела у нас скляночка еще в крипов. То есть это такой абсолютный рандом, при котором ты вроде закидываешь в цель Ignite, но еще есть шанс, что при сработанном мультикасте этих склянок вылетит несколько штук, и они рандомно могут разлететься на расстоянии 1400 единиц. При этом у нас увеличится, вернее, дальность броска при прокачанном ультимете. Ну, табличечку я вам представил, как на первом, на втором и на третьем уровне мультикаста это будет все. Ну и, наверное, самое время поговорить о Бладласте. Поехали. Итак, друзья, ну и что же у нас улучшается в Бладласте с уровнями прокачки мультикаста? Смотрите, мультикаст у нас становится на пассиве при Бладласте таков. Смотрите, мы накидываем на себя Бладласт, и есть шанс в радиусе 575 забафать рандомно тоже так же союзника. То есть мы можем просто не направляя на союзника забафать, так сказать, и себя, и его самого. Ну, или кого-нибудь, кто рядом, крипа, или может на тавер рандомно это вылететь, это очень прикольно. Ну и, конечно же, у нас улучшается калдаун в зависимости от уровня прокачки нашего мультикаста. А именно, смотрите, табличка есть, я еще одну табличку привожу. 575 это расстояние рандомного, так сказать, бафа, и КД у нас улучшается на Бладласт на 5, 10 и 15 секунд. То есть на третьем левеле прокачанного мультикаста на 15 секунд будет Бладласт у нас КДшится быстрее. То есть у нас КД стоит 5 секунд. Это очень прикольно тем, что вот так бежим, опа, бафим, 4х и 4 героя у нас тут, или, допустим, 2 героя, как здесь еще 2 крипа, бафнутся. То есть вместе с нами, то есть не нужно будет постоянно на каждого накидать, это будет, так сказать, рандомным действием. Ну и, в принципе, мультикаст, все, о нем мы уже поговорили. Ну и самое интересное, что у нас сейчас тут есть, это, конечно же, у нас есть еще и Угра и Аганим. Блин, столько много информации, скажите, да, с прокачек мультикаста еще Аганим есть. А Аганиме мы сейчас уже будем говорить, там тоже интересно, поехали. Итак, друзья, поднимаем мы наш Аганимчик и, как видите, Огур у нас, Огур у нас преобразился. Это как Марита, наверное, будет, да, Огур. Ладно, понимаю, преобразился у нас немного Огурик наш и появляется у него такая дубинка огненная и появляется способность дополнительная. Посмотрите, эта способность у нас, как видите, вроде не берет маны, но написано берет 60% от данного количества маны. Об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Сначала разберем параметры данной способности. Смотрите, это такой же у нас, так сказать, фаербласт дополнительный, но, как вы знаете, первый фаербласт, который у нас дается, так сказать, с первого уровня прокачки, независимо от полученного Аганима, 220 урона на ласт уровне. А этот фаербласт, который у нас дается с Аганима, он у нас наносит 275 урона. И есть табличечка, посмотрите. В зависимости от мультикаста сработанного, демоджа, соответственно, будет больше. Смотрите, на ласт левеле на 4х мультикасте при прокаченном мультикасте в троечку у нас есть возможность нанести 1100 урона с этой способности. Это реально очень-очень много. Ну и стан в дефолте, как и на первой способности, полторы секунды, если не сработает мультикаст. Давайте теперь конкретно уже поговорим о курент мана. Как говорится, курент мана, тут написано 60% кост. То есть от данного количества маны, от данного количества маны, который у нас есть, конкретно у меня сейчас 1200, от него отнимется 60%. Давайте закастим. Смотрите, минус 60% маны сразу слетает. Далее кастуем. От этого количества маны еще 60% слетает и так до минимального количества маны. Но есть тут такая фишка, что у нас всегда будет бесплатный стан. Всегда. Но как бесплатный? Всю ману мы просадили. Смотрите, у нас уже нету способностей. Как бы, ну, они уже недоступны, потому что маны нету. Но, тем не менее, эта способность всегда у нас есть. КД у нас 6 секунд и можем спокойно спамить. То есть это такой бесконечный стан, который мы можем всегда заюзать. На него всегда мана, так сказать, найдется. Так как эта мана берется у нас не от максимального количества, а от данного количества маны. То есть у нас всегда есть стан. И поэтому тут необходимо будет на этой способности уже думать заранее. То есть мы пробафали союзников, закинули игнайт, подушили первым. И можно будет уже душить, так сказать, вот этим агонимным станом. Но, как бы тут, блин, можно, в принципе, спамить и постоянно первым и этим. Но маны, так сказать, много у вас будет уходить при использовании этой способности. Да и, в принципе, тут более нечего рассказывать. Всегда бесплатный стан, который берет 60% маны от данного количества маны. То есть у вас всегда будет этот стан до нуля. Мана у вас никак не упадет. Вот такой вот у нас агонильчик на огре. Прикольно вроде, да? Ну и, в принципе, по данному персонажу мы все, ребят, узнали. Я вам все рассказал. Мультикасты срабатывают на эту способность так же, как и на все другие. И, конечно же, переходим уже к геймплею. И, надеюсь, этот геймплей вам понравится. Это реально ржачно. Огр будет в керри. Да, огр в керри. И дефолтный огр. К сожалению, через центральную. Но огр через центральную это тоже прикольно. В топ-тбшках это практикуют. Поэтому приятного вам просмотра, братцы. И подписывайтесь на канал, если вы хотите видеть какой-то свой гайд. Но не забывайте, что гайдов я уже очень много сделал. И не ленитесь зайти в вкладку видео и посмотреть. Может быть, герой, которого вы ждете, он уже давно написан и ждет, когда вы его посмотрите. Все, ребят, поехали смотреть геймплей. Так, братцы, поехала у нас каточка. Это уже какая-то, наверное, идет... У нас такая традиция говорить каточка. Поэтому, что ж, сейчас будем брать огрика и будем делать вещи. Что у нас огра контрит, в принципе? Ну, огр такой персонаж, он жирный, у него с рискука армора. Контрит его очень сильно какой-нибудь, как обычно, стан. И, ну, фастовый демедж его не контрит. Он такой и жирный у нас герой. И, в принципе, этим персонажем легко играть. Пойдем через центральную, возьмем топорик. В принципе, можно играть им через другие лайны, через четвертую позицию. Но мы пойдем через, конечно же, другую позицию. Поэтому, братцы, поехали. Так, что возьмем еще? Возьмем вот так вот. И, наверное, пока все. Если что, курой докупим, донесем. Будем выходить фастботл и сапожочек, конечно же, сапожочек. Качаем критий на разочек и будем душить инвокера на центральной линии. Будем пользоваться эмэсом и обязательно возьмем орбов веном, чтобы душить на ранней стадии. Прикольный герой сам по себе. Грон, стонбрейкер. Найкса с руки будем убивать, да? Так, тут, наверное, сыграем нормальную обычную катку, а некстом пойдем в керри. Поэтому сейчас сыграем через мид, в роум, фулл роум. На четверку я, наверное, садиться не буду. О, с ларкой еще берут. Ну, мы это все, в принципе, взрываем. Будем взрывать просто с мультикастов. Улучшим колдауны. И отлично все будет. Все будет отлично. Можно что, смело куру брать, наверное, да, ребят? Смело куру берем, потому что ребята не будут брать. Сначала, конечно, все кдшится очень сильно, прям жестко. Первый спелл прям очень жестко кдшится, но потом, конечно, попроще. О, ничего страшного. Будем играть через Аганим. Скорее всего, возьмем еще что-то типа Актаринов, конечно, чтобы еще больше снизить калдаун. И, конечно, это будет жестко. Будем Игнайта закидывать. Будет жестко. Так, ну что, будем руну отбирать? Эти ребята не хотят. Так, ну мы тут соло будем, да? Инвока у нас. Будем драться сейчас. Не, ну так я не пней, не, не, так не пойдет. А понавешали мне Шапалахов. Прогнали таким. Так, Сларк Тракса у нас. Корм, конечно. Ничего страшного. Постараемся что-то как-то сделать. Там еще, блин, Буриончик. Будут пушить нас, наверное. Пытаемся задушить максимально. Задушить максимально. Должны перекрепить инвокеров. Возьмем быстренько сапог, орбу и... Будем душить. Восхидить на этом герое, в принципе, приятно. Топорик нам еще будет помогать в этом. Причем неплохо будет помогать. Стой! Зачем так делаешь на инвокере на своем? Армора у нас много. Инвокер сильно не должен нас замучивать, так сказать. Своими тычками. Ну, можно еще щиток будет взять, но это уже ультра-наркомания будет, потому что нам нужно... Пастом артефакты возьмем, будем душить его. Оп, хорошо. Эх, жаль, не добил. Оп. Сначала качнем, наверное, игнайт. Потом все остальное. Игнайт, потом все остальное. Так, первое, что берем, это сапог. Дальше орбов вино. На четвертом левеле должны его убивать от блокера. Оп, хорошо. Блокер в шоке, наверное, первый раз видеть на миде Ограх. Но Огра в Мидуэ, это очень даже интересная практика тем, что это даже в топ-тбшках используют, ребят. Так что нет ничего такого плохого. Качаем стан, чтобы улучшить. Дэмэдж. Станчик покачиваем. Все, делаем так, чтобы нашего деда не засуицидить. Деда, мы будем суицидить с руки. Сами. Так, остается один крип. Берем орбу. Еще крипочек. Оп, хорошо. Дед заруинил. Все, отлично, запакованного. Через орбу будем душить. Дальше Bloodlast. Берем Bloodlast и поехала. Все, четвертый левел. Сейчас как раз таки будем пробовать душить его. Очень удобная позиция крипов у нас. Но с маной, конечно, у него в ранней стадии, у Угра, серьезные проблемы. Поэтому сильно не разгонишься. Так сказать, поразминаем просто его немного. И все, инвокера пока что. Потом будем душить. С Ботликом уже. Хорошо. Инвокер решил поразминаться тоже. Так сказать, подвергнуть себя разминанию. Пармим Боттл. Сейчас можем, кстати, по Таврам его даже убить, наверное. Сейчас посмотрим, как у нас все дело пойдет. Хорошо. Нет, по Таврам прям уже очень нагло будет. Гоу на низ, сбегаем. Посмотрим, что там за руна. Как раз мы запушили линию. И на топе зайдем. Посмотрим. Иллюзии. С иллюзиями, блин. Все равно не получится, конечно, его убить. Но можно попробовать. Мы жирные, мы и по Таврам можем загулять. Гоу. Прогуляемся. Отлично. Я взял иллюзии, выделил и поклацал атаковать. И, соответственно, иллюзии приняли на себя первые тычки Тавара. Это, в принципе, правильно, братцы. Чтобы так было. По-честному, так сказать. С иллюзиями зашли под Тавр. Эта тема редко кто пользуется. Но это очень-очень-очень помогает. В гейме. В Тавар нам даст Шапалаха. Так, отлично. Есть у нас ультимейт. Улучшилась у нас КД. Как видите, все отлично. И поехали, наверное, на рунку сбегаем. И в лесочек. Зайдем к Фуриончику на чай. Так, дабл дэмэдж. По-тихому зайдем к конвокеру. Ой, конвокеру. К Фуриону. Наверное, он по-любому леса фармит. Да, фармит леса. Фармит леса, Фуриончик. Интересно, где он? Если вон тут будет, то будет хорошо. Эх, я дабл дэмэдж прогуляю. Прогуливаю, ребят. Вардик. Может инвокера убьем сейчас? Ага, нет. Прогуляли мы дабл дэмэдж. Очень хорошая была у нас возможность задушить. Инвокер, походу, на другую линию ушел. Пробуем быстренько задушить Кату. Да, инвокер тоже, походу, ушел погулять. Ага, на миду. Какого удушить его? В наглую, прямо сейчас будем душить его. Вот, тычку дали. Хорошо. Ты что, тоже с ботлом? Стой, а где мультикасты? Можно мультикастов немного. Убьем, наверное. Да, убьем. Хорошо. Поставить спрут и убежим. Срубим. Оп, у нас же есть топорик. Не стоит забывать. Хорошо. Сейчас руна ресниц, а еще. Надеюсь, тут не будет никого. Можно аркану, в принципе, сделать. Это не будет плохим артефактом. Можно аркану сделать, можно сделать фейзы, чтобы быть быстрее. Ну, слишком так банально было. Да, ну, если бы я нажал реген, ничего бы не изменилось вообще. Молодец, ларк попал прыжком. Но нету вардов. Надо ставить, как обычно, соло варды. Напрягает это очень сильно система. Вот это составление вардов. Всю карту заставлять вардами. Очень сильно напрягает. Возьмем, наверное, дасты, да, Тихон Вакера? Оп, пошел. Давайте, так сказать, прогулочного. Инвокеру пропишем. Прогулочного. Разминочного, прогулочного. О, пришел. Ой-ой-ой-ой-ой, хорошо. Хорошо это сработало. Игнайт будем качать, пусть горение будет у нас хорошее. Так и сработал первый мультикаст, отлично, инвокер. Сразу же отлетел в таверну. Бесплатную ману с ларку бы еще прописать. Ну ладно, мы тут воспользуемся услугой крипов. Оп, хорошо. На бесплатную ману чуть подфармили. Можно догерок, в принципе, сделать. С наших золотишек, которые у нас сейчас есть. А можно начать делать эганим. Ну тут посмотрим, на самом деле, что. Можно вообще делать Транквил. Транквил очень хорошо будет помогать тем, что мы будем регениться. Можно сделать Ю. Так что, пока, душем. Юл Транквил очень хорошая сборка, в принципе. Юл Транквил. Пока фармим. Можно будет потом в ганг сходить. Сейчас руна будет. Ой, не добил крипа, это очень плохо. Идем на топ. Ага, руна кто-то забрал. Жали на низ туда. Душат там, пацаны. Душат, пацаны. Руна есть? О, хорошая руна. Гу, аркану возьмем. Аркану возьмем. Хорошо. Четок там вниз жестко ломает. Давайте поможем подачу делать. Прям. Свен накидываем Блэбласт. Хорошо. Дальше. Не, я хага не пойду точно. СФ. СФ сдохнет, по идее. Дальше мид колотим. Наверное, в Юл сделаемся. Дефолтный сбор. Через Юл. И потом вагоним просто. И все. Огр вообще прикольно. Тут постоянно на файтингах стоишь. С Огром по кайфу играться. В команде. Огрыто, постоянные файтинги. Агрессивно. Хоп-хоп-хоп-хоп. Там задушили, тут задушили. Можно. Вокеру немного. Я очень наглею. Но я надеюсь тут выжить. Я не должен умирать тут, пацаны. Так не пойдет. Надеюсь, я тут ни на кого сейчас не напарюсь. Блэбласт. И побежали. Боже. Что я творю. Убежали просто на хосте. Ну, с Ларка тут можно будет бояться. Можно будет, а нужно будет даже. И инвакер сейчас рестница будет со страйком. Нет. Хоть бы кто помог, да? И он 90-м, а почему он не прыгает? Боже, ля, как я размансил. Ужас. Так еще Фуриона нужно бояться. Поэтому мы пойдем не по стандарту. Куда-нибудь свернем. Аккуратно надо домой идти. У нас там почти ЕУ есть, да? Ох ты, а вон Фурион, смотрите. А вон Фурион. У нас там 125, да? Инвакер санстрайка даст. Бля, зачем я это делаю? Ну, такое. Лучше не подлазить, потому что санстрайка я очень боюсь. Он не хочет умирать. Так хорошо размансил. В принципе, нечего бояться. Есть ЕУ. С Ларкой, если что, на ЕУ будем поднимать. Все. Все будет пушкой. Порик можно уже продать. Коу, на топ. Душа там, посмотри, Тракса. Бегу. 500 МС. Бегу 500 МС, волосы назад. Люблю Огра тем, что он очень подвижный герой. Вообще кайфую с этого. Кайфую. Ты куда? Я тебя задушил. Файр-бласты ему сейчас. Чуть не на крипа. Чуть в крипа не дал. Видели, чуть в крипа не дал, отменил. Так, и Бладластик качнем, конечно же, чтобы побыстрее бегать, побыстрее бить. И, конечно же, мультикаст. На одиннадцатом строго мультикаст. Потому что улучшает очень сильно КД. Всю эту тему нашу. Прям уф. Становимся прям мужчинами. Дальше, конечно же, ребят, в Аганим пойдем. В Аганим пойдем. Радость, когда играю на этом герое. Очень редко, кстати, на нем играю. Но, тем не менее, этот герой пушка просто. Файго. Смешной герой. Лайкса бы задушить. То что-то он, блин, прям... Душит. Надо его душить. Так, инвокер на мид идет, да? Гоу, встретим. Почему нет? Опа, дай ему. Опа. Жалко не мультики. Ах, я топорик же выкинул. Жи есть. Жи есть. Подожди. Сларк. Оп, хорошо. А ты что? А, там Найкс еще. Ля, вот колдун просто. Да, колдун. Так, Найкс, отстань. Там Сларк еще. Го, Сларк примем. Боже, это классика жанра. Это классика жанра. Где там наш Найксевич? Куда побежал? А я быстрый. Можно еще доггерок кучек этой купить. А, видите, с маной немного проблемы. Не хватает все равно вроде. Кнопки по КД жмем. Манки немножко все равно не хватает. Через Аркану играем. Если бы играл через Фейзы, вообще бы манки не хватало. Кого покупаем? Пуэйнт бустер. Дальше в Агане выходить будем. Да, это пушка. Включаем ману. Подождем руну, наверное, да? Нечего бояться. Жесть, конечно, у него 0.6 инвокер, бедный. На миду постоял. Окса, доминатор. Хорошая руна. Сэф тоже с ботлом. Пойдет. Найкс СВНы. Зариснет, фармит там. Опа. Сейчас будет тут дэмэджа много. Оп. Гоу-гоу-гоу. Я готов. Крипа залез, типа. Я тут ни при чем, я тут ни при чем. Гоу-игнайт, языки. Ля, вылазит. Не могу. Ничего нету, бро. Майксевич. Почему он убегает от меня? Чего он от меня убегает? Есть. Маленький хитбоксик у нее. Уф, сейчас будет прокаст. Отходим. Отходим. Пол аганима есть. Пол аганима есть. Так, 15 минут, а нет у нас рунки. К сожалению, гол тогда лесочек зайдем. Немного отрестаримся, пойдем на базу. И все. Так, вот этих пацанов не буду трогать, они... Я их не люблю. Ах, не люблю. Сейчас запинаем крипочков. Ману не будем юзать. Зачем? Не вижу смысла. А руны не пойдут, там уже наши тимметы пасут руны, да? Раз один пасет, второй пасет. Так, Владластик в троечку. Хорошо. Побежали на базу. Пузо прикольно у него трясется, когда он бежит. Он иногда так еще анимации, но вы видели эти анимации. Так, почти есть аганим. Пауоруба продадим уже и купим тпшечку. Тпшка как-никак будет важнее нам в некоторых моментах. Гоу на низ. Сразу сейчас закидаем игнайт. Ввязываем ботлик. Кидаем игнайтик и пойдем фармить. Хорошо. Пошло дело. Фармконтора. Заказывали? Фармконтору. Хорошо. Ребята, там драться. Вот метку на Найкса кидать, это такое, на самом деле, зашкварное дело. Смотрите, там драка началась, а Огра не хватает-то, да? Прям не хватает Огра. Но я бегу 500 МС. Ля, задушили всех. Я бегу 500 МС. Бегу 500 МС. А, они там не смещались, так сказать. Я тут вообще так в наглую бегу. Найкс идет, ничего не боится. Крипа залез. Все, фуловый вылез. Опасно, нет, одному я не выживу сам. Если останусь. О, лотарчик. Косларчонок, лотарчик сошел. Ля, нету, да? Оп, отойти. Ну, с Найксом драться, типа... Оп. С Найксом тяжко драться. Очень тяжко. Свенова почти победил, видели? Так, рунку берем и поехали. Кто там? Тракса? Хорошо. У нас сейчас будет дополнительный станчик. М. Ага, оп. Понял. Понял. Не, ну вот так нет, не пойдет. Так, на топе руна. Руна, руна надо быстрее, пока СФ не увидел. Что у меня хапа нету. Нужна руна. Самое плачевное, это то, что при покупке Аганима, конечно же, несмотря на то, что маны становится вообще очень мало, самопушечно, наверное, зайдет, конечно же, Бладстол. Ну, а мы же не такие богатее, чтобы Бладстол на сразу покупать, правильно? Оп, закинул. Ранжа хорошая. Пас нам тут стоять. С Ларки сейчас будут вылазить. О, на низ. Задушим пацана. Антагон, варды. Поехали, поехали. Успеем. Сейчас пруты будет стоять. Че, взорвем у вас со второго, с ультимативного. Оп, хорошо. Маны, правда, сразу как сколько сожрал. Но это всегда бесплатный стан у нас точно будет, братцы. То есть, такая способность, которая душит. Там, ребята, одиннадцатом лейтгейм. Конечно, нужно что-то предпринимать. Конечно, нужно что-то предпринимать совместно. У нас с Венчик тоже есть. Но страшновато. Страшновато. Могут через Сларка, могут они играть прям жестко. Докторинчик надо. И это странно, что он сюда не пошел. Ну да ладно. Даггерок возьмем еще. Опа. Покругу давить к пюрочке. Это работает. Мы его, в принципе, можем попробовать взорвать Сларка. С нескольких кнопок. Он просто, блин, побежал домой. Типа, не, ну его нафиг. Все, мы тоже погнали домой. Страшно, опасно. О, пару сентрей купим. Все, побежали. Сларк, конечно, у найкс там не тенист. Блин, не оттени ханись. Сларк там тоже, конечно, страшный. Но найкс не менее страшнее. Такая, блин, напряжная катка будет. Портив Сларков. Вместе надо душить. Никто не будет. Могли, в принципе, раньше спушить, но проблематично. Даггерок, Форсик, Глимер. Блин, Глимер тут вообще зайдет, кстати. Глимер тут очень сильно зайдет. Провы Гнайт-то закинем. Ну и сэф Варду взял, это хорошо. Я помогу ему немного подвардить тоже. Отлично. Брион для... Он тоже с вардами. Оп, закинул. Хорошо. Нету больше Сантрей. Надо подбайтить, типа мы его не видели. Опа. Парни. Парни, меня душат. Меня душат. Ах, боже, стан мог отдать. Ну, АФК просто. Не видели, пацаны. Не видели просто. Не видели. Ой. Ну, Кунка лучше такой корабль, конечно, закинет. Ну, мне, естественно, ответа не будет. Они не видели по-любому. Ладно, надо гвоздик, догерочек. И душить. Ну, тут, не знаю, мне кажется, я бы тут все равно не выжил. От инвокера за Мансуэдсом Сантрайка, а не по дефолту иди. Ммм, тяжко, да? Попробуем дальше что-то звучит. Но это смерть, это ни о чем не говорит. Ну, то, что они там комбо-бомбо делают и в меня бегут, это, конечно, страшно вырубать. Страшно вырубай. Ах, сфармит, Мидасы есть. Так, тут минус варды. Минус варды. Это иллюзия. Сварды. Надо Гоуст взять. Гоуст, Этериал, вообще Этериал отлично зайдет. И желательно на кого-то подбайтить, чтобы я мог импакта как можно больше внести. Сефа, давайте поможем. Душки поднабрать. И подстережем Сларков. Всяких. Тогда не хочется по КД сжать, блин, ульт плюс, ой, ульт первый плюс аганимный. Потому что, блин, слишком много маны снимет мне это все. 3х мультик, хорошо, ребят, зарядили. Но у нас нет Сентрии против Сларка, конечно. Тут Сентрии стоят, они знают, что мы тут. Главное, чтобы меня сейчас опять комбо-вомбо не делали. Ну, походу, это будет. Да, вон он, комбо-вомбо. Бежит уже Сларчонок. Ну, я опять, походу, умер, да? Да, я умер. Всем плевать просто. Я фармить, как и Слен. Короче. Все, я понял. Плохая позиционка, не хватает эскейпа, нужен дайгер, нужен гоут. Все. Фермер. Пацаны переворачивают игру, видно сразу. АСН3 прион ставит. Молодец. На ОХЗ. Вот здесь вот зарешало очень многое, что я умер, что его убить собираешься. Убил бы его, если бы нормальный ультимейт работал на 85-й карте на Свене. Он кончено работает. Ты включаешь ультимейт, у тебя еще полторы секунды ультимейт не вешается. Это такой бред, на самом деле. Не знаю, почему так. Не знаю, почему так. Так, ну это катка с комбудском, походу, будет. Или без комбудска, с проигрышем. Фига, если я в там коилы раздал, мужчина. Нужен гоуст, ребят, гоуст и даггер. Гоуст и даггер от Найкса. Без гоуста играть, это, конечно... Я рискую очень сильно, но так надо. Меня, по идее, не убьют. У меня еще команда есть рядом. Гоу, а души, что вы боитесь? Траксу боитесь, что ли? Куда? Куда? Цеплять куда? У них там минус сларк, они недееспособны. Это ты, блин, никуда. Он не фармит всю игру. И думает, выиграет. Дурачок. Неправильно играет, Свен, очень много фарма. Е-е-е, серьезно? А я же нажал еул. Ультимативно. Хорошо. Хорошо. Нажал еулчик, пацан, так, 3x. Нормально. Сейчас гоуст купим уже. С гоустом будем чуть дольше жить. Хотя, да, гоуст надо по-любому, потом даггерок уже будем брать. Сначала гоуст. Без госта никуда. Ну, потная катка какая-то, хз. Свен идет, там в центре стоят. Снаун-то не знает этого. Печалька. Так, есть гоуст. Пацаны, молодцы, там кучка играют. Найкс какую-то фигню, правда, собирает. Но, тем не менее, не выигрывает. Не выигрывает. Взорвалась. Просто взорвалась, Троксан. Это радует. Просто FD сделала все. Жесткая катка. Опа, там кто Сларк. Башер. Блин, гем может брать. Против Сларка гем, конечно, нужен, но, блин, засорять один слот ради Сларка, тупо одного, это такое. Это такое. Нужен гем. У меня еще актарин остается и еще какой-то слот. И терелапнем, по-любому. Будем душить такими этими, magic чисто, magic ogre будет. Можно еще догон сделать. С помощью догона можно тоже душить. С помощью догона можно душить. Хорошо. С вами справиться. Я буду на расстоянии стоять. Пацанов пробафаем. Хорошо. И будем в драках бегать. Просто и все. Все, побежали на мид. Инвакер там не в курсе, что мы бьем Рошана. А если даже в курсе, то он, скорее всего, сейчас уже умрет. Эх, ноль мультикастов. Как так? Да умрет все равно. Хорошо. Жалко, что ноль мультиков было. Хорошо. О. Ого. Иду, иду, иду. Эх, ты. На траксе. Чувачок. Оп. Смотри, что есть. Гаустик. Найкса сейчас будем взрывать. Ой, или траксу. А я умер, да? Надо гем, ребят. Без гема никак. Фларк просто невеземо бегает. Все, у нас все лотарщики. Лотарщики. Блин, жесть, да? Чисто, блин. Вот он, Фурион, пришел. Что ИСФ делает? Или мне взять? И вообще подставляться нельзя. Мы с АЕГО просто ничего не можем сделать. Ладно, я понял. Команда, если честно, такая. Вообще, все игнорирует. Спрошу, может гем взять там или что-то еще там? Не. Не. Тагерок надо, блин. Мобильность не хватает. Меня по КД просто убивают. А Найкс там вгрызается или кто? Просто я не выживаю. Все. Калботу продаем. Кто там, Свен? Заходи в лотар. Лотар, зайди. Алло. О, плевал. Плевать, пацаны, вообще. Приколист, конечно, на Свене. Неужели я не догоню? Ой, Свен вообще, конечно. Не знаю, что он хочет. Как играть эту игру. Мне кажется, он глупый. Ладно, что, придется варды ставить за пацанов. Как обычно, катка называется. Катка а-ля, как обычно. Ладно, попробуем выиграть. Даже с такой командой. Там, пацаны, хотя бы у них пассивного урона у тех пацанов очень много. Просто Найкс и Тракса. Тракса в любом случае что-то дамажное. Успеешь там дать? Не успеваю. Настоящее. Вот этот. Что, минус гем, да? О, еще и хрен. Ого-го. Ладно. Я понял. Вообще бестолочек какие-то. Жесть. Ну, кунка, дурачок, походу, какой-то. Ой, я глик зря прожал. Сорян. Давай, снайпер, дефайся. Блин, гем отдали. Что теперь делать? Как снай... А, вот он, гем. Вот он, гем. Души его, души. Смотри, креветка что делает. Убивай. Ты же на снайпере. Ультимейт туда. Ультимейт, ультимейт нажми. Все, он мертвый. Сларк мертвый. Гем забрать надо. Гем, 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 гем. Инвокер идет забирать, да? Инвокера, инвокера, инвокера. Я уже гем веду. Я заберу гем. Отлично, гем забрали. Все, хорошо. Хоть так. Ну, господи-то. Свен, конечно, шлак собирает. Слэша мало, что ли, ему. Блин, не знаю. Не знаю. Конечно, блин, что-то команда не хочет. Не хочет. Надо что-то, блин, мобильное собирать. Жесть. Я вообще не мобильный. Я еул дам себе, гоуст дам и все. То есть я дальше умираю. Дальше я умираю. Вот сейчас минус есть, почему бы не пойти задушить. О! Хватит фармить. Блокер еще. Ну, все, гоуст купил, молодец. Соображалка есть. В лесу очередь здесь поставим. Жалко, что они сейчас уже все резнутся и мы будем драться. Это очень жалко. Хорошо, тут нет варных. Короче, я буду держаться просто со стороны. И все. Ну, и побежал вперед, да? Оп, хорошо. Ну, это пойдет. Это пойдет. Я делаю правильно, что пытаюсь отзвонить их с собой. Эх, убил, хорошо. Отойти. Настоящий найкс? Нет, вот он настоящий. Давай, 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 сейчас замутимся. Метеорит их. У меня маны нету. Маны нету. Печалька. Могли убить, но вижена не хватило. Я немного не доиграл, варк не поставил, мне кажется, из-за этого. Поиграли в драку. Печалька. Кстати, сейчас неплохо подрались. И Сларк там погиб сразу. Вот, отлично, гоу, на низ. Сейчас фуренку не допахнется, на низ будет хорошо. Фурен варнит. Да, Хекс бы нам дарили. О, точно, Актарин, Хекс будет. Правда, неизвестно, когда я его сделаю. Можно же фармить. И приходить на драки. А то очень много раз умер, уже пять раз умер. Просто жесть. Пять раз умер, просто жесть. Лобинка УБ. Аккуратненько. Фурен тоже варнит, там варник стоит. Так, две сто есть. У нас получается, Хекс Актарин, да? По итемам. Хекс Актарин. Тракса тоже варнит. Фига, варды появляются у пацанов. Молодцы. Снайпер Лотар. Нет, мы в атаке сильнее из-за твоего корабля. Попади просто. И все. Так, SF, пойдем жопу спасать. Там сейчас комбо-вомбо опять будет. Фурен один там. Фурен на соло, наверное, задолблю. О, креветка. Опа, вот кто жмет. Ну, взорвано. Оп, смотри, что есть. А можем, 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 можем. Ля, ты станщик, мамкин. Наверх убежал, да? Сларк. Ля, ты отражатель. 228. Маны на юл нету. Опа. А мне гг. А, нет, кораблик спасает. Оп. Ля, шо есть. И станами, все, кормим станами. Аж 6 секунд. Бежим, 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 бежим. Ладластик. Станчик. Эх, надо стан дать. Надо, надо, нельзя отпускать. О, хорош. На, молодцы. Кто в спине? Сларк. Отлично. Ой-ой-ой. Хорошо. Хорошо. Парни, вард. Вард, сбейте, плюс. Вард. Ах, все, эсэф ушел. Понял. Мид ломают, пацаны. Ой, там гема не хватает. Я бегу, бегу волосы назад. Мид сломаем. Молодцы. Молодцы. Инвока. Давай-давай-давай. Все, ушел. Тавр го добьем. Все. Ля. Все, далеко слишком. Не надо там идти туда драться. Все, б, б, б. Так, можно сделать сейчас Октаринус. Будет хорошо. А можно сделать Этерио. Будем шотать просто. Ну, на Этерио мне не будет хватать маны. А на Октарине мы будем быстрее удушающие приемы сотворять. Так что давайте, наверное, Октарин сделаем. Пойдем посмотрим, что тут у нас на руне и пойдем на базу. Отлично. Давайте подфармим туда. Там у нас остается у нас косарь есть 5600. Да, Октарин сколько стоит? 5600. Получается, и у нас Октарин. 5600. 5900-400 золота. Хорошо. 5600. Так, 5. 6 каус есть, да? Все. Магазин, курочка отправляем. Разберем и сделаем Октарин. С Октарином будет, конечно, получше. Гем, главное, не отдавать. Еще будет хорошо. Спасибо, снайпер. Без тебя бы не справился. Ладно, все, идем на базу. Курочка летит уже в магазик. Хорошо. Отлично. Хватает на все. Разбираем. Сразу оставляем на базе. Курочка, наверное, прилетит. Прилетит, принесет все. Хорошо. Скляночку. Скляночку. Берем. Вот так вот, вот так вот. И вот сюда. Все, и травела сделаем. Травела. Берел. Жесть у нас, конечно, айтемы. Сейчас смс не будет хватать, по идее. Сколько у нас смс? Вообще 300 с чем-то должно быть? С 40-47. Нормально, в принципе. Пятером. В 5. В 5. Гоу. Парни, настраиваем. Настраиваем. Мы можем. Мы можем выиграть, парни. Пятером. Гоу. Давайте. Хорошо. Мне главное не сильно подставляться. Опа, вард. Отсюда собьем. Иди отсюда. Я должен сбить его. Не могу. Ладно. Хорошо. Хорошо. Я забафаю всю команду. Забавная катка. Бафаем ребят. Все, Рошана забрали. Хорошо. 500 золота в кармашке. Гонис. Гонис. О, Тракса идет. Вообще куда-то не туда идет. Да, где-то здесь сейчас поймаем. Замедлю. Ах, убегает. Хватает эмэса. Гоу, набежим просто как бешеные. Так, но я тут выживаю по-любому. Опа, инвокер прогулял кнопки. Так. Парни, мы тут зря стоим на самом деле. Мид хотя бы или что-то такое надо. Сларк идет. Я не знаю, что это гем. Взорвался просто. Кукаречка. Просто кукаречка взорвался. Хорошо. Взорвался Сларк просто. Так, ну что? Суэнс Ариша делает. А, извращенец на своей. Опа, вот этого хочу взорвать. Опа, взорву. Удушающий, так сказать. Применил удушающий прием. Хорошо. Применил удушающий. Да, нам просто Слен отчаянный. Душит трон сразу. О, хорош Фурион закрыл его. Уф, хорошо. Стой. На, ты с руки. Вот этот настоящий. Пазу видно так. Надо отойти. Б. Б, Б, Б. Считаю, что нужно отойти. Просели по хитпоинтам, падает топ. Еще бы Этериал сделать. Жестко, конечно. Снайпер погиб. Боец. Погиб. Погиб боец. Блин, небо еще травела Этериал. Не хватает, да? 43-я минута, а золота вообще нет. Странно, хотя я овню. Немного не понимаю эту тему. Вообще, можно по КД станам хреначить. Пармить таким образом. Мана всегда будет на стан. Главное, на Блаблаз еще манку хранить. Трэвел. Трэвел. Сейчас пойдем. Бафнем. Держи, Кунка. Кунка нарезает. Такой лейтгейм у нас получается. Так, у меня курочку забрали, да? И ульчик можно будет еще заменить. Но, в принципе, такая ситуация. Сейчас Этериал заменим еще. Ой, Этериал. Гоуст возьмем на Этериал. Будет все хорошо. Будет все хорошо. Весь лес почистили. Смотрите, два кемпа только. Раз, три, пять. Сколько? Три, четыре, пять, шесть кемпов осталось. Все, я готов. Гоу. Трэвелла есть. Вот это я сейчас буду вылетать. Смотрите. Смс 505 просто с трэвеллами. Жесть. Жесть. 505 мс. Окей. Вместе надо дышить. Побежали, Кунка. Что такой медленный. Я такой быстрый. Можно по низу вот так вот. Гоу. Задушим. Свен бабочку сделал. Смотри, наркоман на Свене. Жесть. Смотрите, что насобирал. Насобирал. Но против Найкса зайдет, конечно. Покадай. Бафкаем своих команды. Своих команды. Э, фермер. Гоу. Душить. Ну, Фесов молодец. Соображает. Жаль, и терила, конечно. Я, походу, тут не соберу. Так, пробафнуем команду. Закончился blood last. Свен пошел. отчаянную не могу подсейвить нечем люди драка взорван кто-то там и перила накинул сларка сейчас зафокусить надо все next повержен сларка зафокусил рож г.г. все найк сдался задушили найк сдался хуже какая дикая игра просто бегаем влево вправо суета почти проигрываем заходят мин жесть фурион молодец старался на самом деле задушили мы их таких ларк конечно напрягал очень сильно жесткая игра били уф но в принципе это огар через центральную линию как видите я тоже вроде что-то в игре в этой сделал неплохо напрягая тоже хожу этими станами найк столько из рейджа выходит мама не горюй жесть просто начинается адская игра адская игра посмотрим на самом деле что у нас получится в next катки не знаю что получится но думаю будет не менее интересно в керри пойдем теперь это наверное будет еще смешнее жесть и забывайте ребят подписаться на канал если ждете какой-то определенный свой гайд вот уже сколько гайда сделал около блин да и очень много сделал там чисто 12 героев сколько площадь около 80 гайдов уже почти заканчиваем рубрику гайды пикаем траксу и поехали заканчивать уже игру потому что тут уже гг найкс вышел все остальное уже как бы не имеет значения траксу кикаем но найкс молодец старался тут пацаны все молодцы свэн правда много фармил хорошо задушен корабль инвокер там под мультикастами жесткая карта конечно браться ну вот такой вот первый геймплей на огуре у нас получился не знаю понравится вам нет напишите в комментах агрессивная игра бегаем не знаю как мы эту игру выиграли но было такое у меня ощущение что мы можем проиграть из-за того что не деремся в пятером ну и тем не менее вроде вроде неплохо вышло ладно поехали next так ну что братцы ну что готовы поехали поехали душить берем огрика идем на центральную мид без химика сам дача возьмет интересно так ну что так как мы идем центральную это значит что мы будем брать топорик топорик и конечно же душить а когрик агрик вц берем и все это пока что все что у нас есть все что у нас есть пока что и поехали чё попробуем сделать какой-нибудь урон урон какой-нибудь попробуем сделать а как раз смотрите венгочка у нас команде есть я так парни я потери в их пить буду если что являетесь это ты а я хен типа это ты но он спрашивает хен это ты ну я в них же хим значит это хим я не люблю если честно говорить что я там ого youtube это так вот мне вот этот не нравится пик вот этот нравится вот этот не нравится ой этот вообще не нравится ну придется серверу хуферс там брать сладар очень тяжело будет убивать не люблю сладар ребят очень тяжело против сладар играть попробуем ведь доктора взяли не так страшно выиграем выиграем подойти духом хорошо москере нету и ауру давать будешь все поехали берем станчик но пока что не берешь конечно же потом возьмешь ну что поехали центральная линия в полном нашем распоряжении возьмем вардик спектру нет мы не будем разминать туда и не вижу смысла идти хотя венга может может дать стан и подготавливать уже разминать чтобы подошел бартрон до начинается у нас драка там на топе посреди баратрум настигает спектру спектра ничего не понимает что сейчас будет происходить и тем не менее походу опа у меня тут вайперок на меду а это знаете что значит это значит будет мне очень больно на центральной линии но мы попробуем хорошо пацаны делает фбшку умнички молодцы хотя возьмем бла бласту потому что не вижу смысла и же смысла качать сейчас и гна и потому что а вдруг у него красивых кое вкачаны и я сам себя буду убивать просто все мы в тачке говорит вайперок не злись пожалуйста брат мне некоторые люди спрашивают вот и качаешь блок-бласта почему ты его не узнаешь ребят если ты прокачал блок-бласт не значит что ты должен его бафать по кд с первой же секунды это тоже неправильно я просто прокачал потому что сейчас я не вижу смысла его юзать но когда мне нужно быть я завязаю то есть пока вот видите у меня он спокойно он меня не гоняет но как только я почувствую какое-то сопротивление все стороны я конечно же буду вкачивать поэтому пока нет пока не вижу смысла мог бы вкачать тогда и гнать нет зачем мне и гнать если его утрогать нему вот бара начинает движение по центральную линию мы можем сейчас попробовать его задушить обстана сразу и поехала два сторона на очень жирный очень жирно можем под тавр можем 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 мы же силачи можем отлично ботлик сразу смело вот так работаем вот теперь можно взять и гнать для замедления чтобы душить вот в этом смысл братцы об хорошо хилку не юзаем целую потому что мы завязали потол на фул что мы были начнем ганги оп отличная руна слордар бежит датуши с пулатлом а мы перекроем они не перекроем уже бегу-бегу-бегу-бегу надеюсь успею пара умирает тогда жалко взорвано так чё будем брать по язык наверно какие-нибудь но побьем убьем вайпера душем 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 вайпера пачатый пашечка но мы давим вперед не знаю почему меня не может развернуться и побить ай-яй-яй the situations из плохо братцы но мы можем бежать а нет уже не можем уже стоим все и гнать ой гнать маля дик тычку даешь не дает все хилимся боже просто хорошо такого файзы парочка убивается там да а нет все убегает ну на скиле бары на скиле ля мышцы какие большие в него вы же я ору с этих погонь конечно так файзы есть ждем рунку надеюсь все будет кошерно рунно заберем потому что тут если будет слорда вы скорее все неприятно собирать да он тут забрал хорошо серьезнич просто дубинкой убил для ириогр что ли что-то ребят это нужно попробовать когда вот так со слордаром деретесь на руне это забавно я вам отвечаю я вам отвечаю так пробежимся сейчас и пирог жаль дэшка упала все фармливаем седьмой левел бедный вайперок конечно ой начинает задрачивать так дальше файзы ой файзы лотар сейдж оба дабы 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 ой нету 2x печалька для задушина на молодец вверх молодец хорошо лотарс почти есть сейчас лотаром будет такая веселуха я буду просто бегать как змея по лайнам подождем рунку наверно браться подождем рунку душат молодцы задушили отлично можете этого просто минус армора этому драться у него есть там гусы но там гусы жопу конечно все не за хиле согласен мне нравится этот дикий овнинг такой бар тоже активно плейд на из билити кого на ней с рунку заберем еще пару нам пробежимся оставь мазану и ров лишь ясно вот так вот значит да типа я понял вот так вот бара поступил я ему говорю намажу жопку а он говорит и надо я сам себе намажу говорит сейчас курочку заберем обратно так чё берем конечно же было глаз берем уже керри и должны бить быстрее двигаться быстрее сейчас тем более у нас лотар будет вы охренеете какой эффект будем просто выбегать с лотаром и убивать всех это будет жестко все есть пока не и за им хорошо аккуратненько так ли она топит что происходит ребят но ботал далеко но пробежимся до пробежимся пока ботал до летит жали кидаем blood last все бара бежит мы тоже бежим все хорошо пара бежите бежим так хочу вайпера будем убивать за tower забегу у меня файзеля с 2x мультикас как бахнет ему пойдет 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 хорошо не перефармишь сс на вайпера вайпер помост таверны т.п. так что типа тут не обязан сс писать и посмотрите просто за картой го разминочку опа мы подошли из-за угла и дали палкой по лицу жаль на низ ну блин активная игра вот так у нас на огре ботал спасает по корону нету сейчас мы короче знаете что сделаем пока дэшка давай вещи пожалуйста побежали сейчас руки убьем просто пойди за руку за он там кто-то еще есть да ладно бежать бежать жесть конечно уничтожение анагона б или хускар как умер царе него не урона вообще нету 46 и получается плюс 83 сколько 120 урона было нифига нормально все равно go сразу сильверуху сделаем потому что там у нас парень на хускаре нас лордаре это баши плюс спектра лет гейме мне конечно будет плохо у нас а у нас есть late он слабее чем все тела этой которые там есть когда 6 выкладываем сейчас быстрее будет когда же смотрите об магии но чуть побыстрее эти же как даже смотрите сейчас об выложу сейчас еще быстрее будет к дэш смотрите 4 у меня обхак смотрите как сейчас к дэш будет умеете так а знаете чем подвох не знаете среди как будет сейчас когда будет посадить как еще быстрее сейчас к дэш видели для кого-то это будет супермагии наверное блин блогла ступал прикиньте бэк стеба убил дубинки опа это с лордарита что ли пара ты чё это леву гол 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 мне пофиг я 500 мс жесть конечно чайка колданец так покупаем recipe остается у нас у брак с раз объема ой ля какой прокаст 6 так отходим о барышец прибежит гул стану дашь общая задушу как и тебя вылечим тех с руки душить хорошо боже как же разносим хорошо надо сейчас тут блин спектра может ультам у меня лотарь почти угры акс есть угр акс угр акс вайпер варморчик уходит ставь луна плес меня ботал на вот тебе вот такую штуку а я заберу рунку спасибо угр жирный конечно блин много ему надо ботлов чтобы выхилиться много зарядов ботлов правильно так будет сказать так душем игна это в принципе вообще почти не пользуюсь так чисто на замедло так икс есть еще 600 золота есть сильверуха о 400 золота хорошо эту слишком опасно стою наверно конечно сладарно пойдет я могу принципе убить все равно 3 как крип душит душит я заберу а ворот буду восхитить хорошо спушите так все сильверуха есть сейчас будем первой тем сильвер потом чего-нибудь серьезнее замутим ты золь можно башер день такое золь башер хорошо оружием не летит отлично держи реку с лордар страшно вырубай сейчас валите там у ракета этот вижу стоит я умер до главных туман зайти отсюда все а да все тем более вот здесь вар стоит по моему я их не видел они меня сразу увидели задушили но печалька что ты видел печалька молодцы просто там камбэк ну то не изи могут пока мы на бустах надо душить не успеваю успеваешь у тебя вон сколько айтемов должен сейчас просто взяться за вар айтем вот здесь сто процентов стоит убивать и вар дико нам такой убивать от 716 фига жесткий при с бары хорошо играть бара молодец так пойдем вайпера душить остается на линии ящут быстро на него добегу просто уничтожу сейчас чё остался вайпер там полез туда вайпер на мид идет неужели он шел отойти бара далеко побежал слишком сейчас центре поставят жалко у нее горения вот сейчас в такие момент конечно горение нужно бежать 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 во всю жесть вот они сейчас сплоченно начали плей драться на мужика тп шик нет драться на мужика тп шик нет на мужика драться тп шик нет от хил до какой-то нужен блин может голу доминатор сатаник жаль надо было блин не но у меня чуть-чуть было когда надо не издать bloodlust тп что на баста это было бы самое оптимальное лабис ох как от нас найс от носа найс от носа масочку возьмем потолкание ядря понимаю так ну что но тем не менее у них там лейт мы принципе это доминация наша это нормально блин аглами даст делать ребят спида сам все же керри моменты все эти получше тушатся чё там уверен не первого лаура это думаю почему не дамажу что делаем так полезно надо пройтись до вещи вайпер слордар вот это плохо это плохо я умер тут как же вовремя в д подошел ладно нужно немного аккуратнее играть это так не пойдет если я буду дохнуть и тиммейты будут убивать это будет очень плохо плохо я так не смогу нафармить ребят не смогу выдай вовремя подошел забрали меня ошибка ошибка размен такой не очень интересно если бара разменялся то надо чтобы бар 1 начинал и хватает ли немного да мы будем жир щас немного уходить и в демейдж так можем разносить сюда надо агрессивные варды до спектра в лесу стоит ее можно изи убить фармит пока чайка конечно гола на низ фарм соберем пойдем масочку об ним армор чека прикупим дальше чинить дэмэдж башер сделаем поэм на спектре келлинг сприспеков хорошо парень решил втащить но в лейте спектру конечно тяжело будет убивать пойдет дальше свардар если пойдет он умирает умирает все вижу и станчик есть боже мне кажется венга а венга все все доиграли стана хорошо если мне еще фрага отдали было вообще прекрасно вовремя подошел боже я просто убегаю и буду не хочу ему кидать так ты где иди сюда там был там не знаю в д центре стоит я в д надо фокусить у да тут все и убегать надо потому что тут по-другому никак и дерево срубить обязательно при таком убегание это файт хороший кстати пассивку вырублено пойдет все фраги но не мне 12 ассистов ребят все фраги есть но не мне неприятно так разменять себя да ладно ладно так погнали на низ башер башер спектру я мог стать убить если с бэкстэба ее снести там у меня убирается дисперсия можно душить об хорошо а с рунка будет у меня победить хочешь так ты уже на руне себя проявил хорошая рунка полезная омана дали ладно 450 золота до башера тел любого с башером 450 вот как раз таки вами 450 400 единиц есть погнали еще в лесок до фармин хорошо чав пятером будем есть 16 бы надо от спектры что-то но от спектры есть надо ее просто выцепить и убить потому что она потом будет неубиваемая будет очень тяжело с ней там все потом очень будут тяжело играть так есть башер хорошо еще рошана с таким белдом можно собрать 5 опа ахуа я улице веге они в пятером играет он чисто командой молодцы успеху убивает кончился bloodlust на ней там хилка висит и там хилка висит алтака можно проиграть если мы будем вот так вот соло бежать но просто мне в первом забегать не вариант мне нужно что-то вот мартретка может бара аспека сейчас так радиент свой формит будет потом овер тяжело это очень тяжело очень тяжело будет уже он умом собрал молодец когда я пошел вар дико быстренько сейчас успею хорошо и побежали для не души что ты хочешь своим бмм мол давай а подальше чё а тебе и твой мол вот тебе твой мол жесть эти огур нам давать да блин себе только бафы шуб соло убивать как интересней красивее у спектра по 83 карт собирается парень привык 83 гонять на к чё нам надо купить ребят надо что-нибудь на атак спит марита на топе лохаковая плита на низу фарм можно в лес нырнуть в лес обижать огра ой огра хускара я соло убью скорая соло убью но если только с сильвером лотар плохо здесь варли это печально убегай стой и куда окей замедло будем драться или нет ну вот цгг цгг мне нельзя так танчить вообще нельзя под амплификации блин как же как же тяжело после амплификации драться зря я наверно побежал блин так нельзя в наглую играть жесть как я нагло бегу так вообще нельзя 6 пкб что ли делать блин надо линку делать против слордара иначе вообще не будет ничего тут путнева слада просто метку кидают все я очень уязвимый я не лотар не могу нажать я не могу подбежать и драться потому что там вайпер вайпер это очень много урона чем меньше у тебя хитпоинтов тем сильнее долбит вайпер это очень-очень-очень плохо так бары гг умирает тут бм жми о молодец хоть бм нажал вайпер сейчас умрет ах чуть-чуть не хватило жесть кило хп спектра фулу ой спектра мартретка фуловая почему-то забоялся я спектру соло убью если с бэкстеба и там 3x мультикасс все по максимуму если про прокать я ее убью прошу надо парни души чана на язык им пойдет еще языка надо да да давай на язык про омом еще включилась сейчас она тут фармит экспу дает дают армии фармит 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 бэкстеба надо обязательно ударить боже я не догоняю ее бэкстеба обязательно ударить душе душе задушил просто на это без бэкстеба было ребят бэкстеба не было я не успел жесть бэкстеба не было так 2 500 есть против слордаруса что-то покупатели блин дальше урон бкб блин тут тоже надо походу бкб шка пакераса блин еще все побежали вайпер сандрички покупает а чё-то блин против слордаруса надо ребят линка блин бкб шка вообще сделать можно и не бояться вообще ничего принципе гол бкб ничего не теряем ребят пока бы это чисто вклад будущее я вам скажу пацанам раскидал вниз 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 или топ так мне нужно аккуратно опача бкб да плохо хорошо увижу спектру за душу не вижу пока что вот она стоящая бэкстеба все гг просто уничтожили и и даггером ну как как так и даггером закидывает для ты крыса как же я ее соло можно сказать спектру это убил жесть души хиграунд пока бы есть подар прыгнул и за да берет для понимаю голос за душу я ушел короче он в меня кидает просто понимаю я ушел нафиг бкб есть там чё там у нас еще остается сатаник какой-нибудь маска тоже блин на регент хорошо маска до марта это конечно душит их 1 такой блин душительный так есть у нас вот такой вот айтем это хорошо все мы не будем отхиливаться пока что у грибчика фармить спектра мне кажется спектра очень сильно ошиблась когда не рашила радиенс именно ради енс тут метовый артефакт лучше чем аднес не знаю мне кажется это ошибка в билдах смотрите там лордар побежал неужели на руну бежит если на руну то это надо встречать рун рун с лордар бегущий с лордар вот сюда вот сюда я тут в канавке стою кп есть то у меня есть бкб я за душу у меня есть бкб хорошо пока крипчиков душить классно что блин вот сил добавляет как бы ну сия саша просто добавляет лотар это класс на пушка увидите срабатывает тоже это пушка доволен я этим артефактом на 85 карте чего пробежимся хускар гу в лес в лесные все что у нас есть опасно артар интересно видит у нас жесть как я баха увидели просто с руки уничтожая жесть почти есть какой-нибудь артефакт еще один свапнул зачем-то от меня непонятно не понимаю логику венге лунные колодцы душить золото надо спектра живая так что берем уберем чинить на скорость атаки или на дэмэдж ну блин с жестко душем жестко душем бд бкб еще как-то вы фармил это макар молодец 3 800 обисал соберем и написал это очень страшно выглядит огур через радиенция почему-то представил огур через радиенс гола обисал берем душить соло а это у пацана просто уничтожим жесть без обисала хускара убил есть вроде ульта я бы забрал куда же это это мой рэмпэйдж был это был мой рэмпэйдж это был мой рэмпэйдж жесть забрали все я с лордара оставил он там сгорел мартретка блин там даги в мартретка очень много даггером застилила в этой карте прям жесть я в шоке очень много даггером она застилила много о грудь ржачный получился рили прикольных лордара на руника ой дабл дэмэдж для гауна базу сбегаем наверное и придем купим сейчас хенис азис хенис азис к цена зас чатка но на таком огре можно душить ребят можно душить так ну чё доминатор наверное брать не будем до конца возьмем что-нибудь в жесткий дамаж и пойдем душить пойдем душить так на что обним маску обним маску возьмем гиперстоун вместо ботла поехали обнимаску возьмем гиперстоун вместо ботла и пойдем душить можно мундшарт наверное взять но что-то кераса скорее всего не успею сделать хотя кераса могла быть очень хорошим артефактом здесь она убьет кстати его соло соло она его убьет даже вдвоем но по карте 83 он играет у нас спектр это видно спектра куда дай такой разнос такой разнос большой злой огр вырвался душу да гиперстоун сейчас еще один возьмем о горкере гг да ну ржачно получилось ребят безусловно и нас со слордаром дались на руне особенно это забавно это забавно конечно но если честно много очень мартретка забрала у нас тут фарма много фарма забрала у нас портретка конечно дагерами очень много постелила но считаю что катка более чем интересная получилось ребят вот такого то горкере не знаю я думаю должен понравиться забавно очень вроде вышло просто со слордаром как там на речке махались очень было прикольно так что ребят все на этом все спасибо всем подписывайтесь на канал ставьте лайк если вам нравится такая тема гайд первая катка как нужно было собрались собрались через ю собрались там через дизейбл актарины специально чтобы душить станами а тут собрались дэмэдж по фану ребят если вам такая тема нравится обязательно подписывайтесь и смотрите гайды которые очень большом количестве уже есть на моем канале все всем пока ребят с вами был субтитры сделал DimaTorzok